Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня видео в продолжении к тому видео, которое я снимала о том, что случилось с моим кардиганом. Спасибо всем за свои мнения, сообщения, истории. Кардинально разнятся от большого минуса до большого плюса, поэтому я сделала вывод. Все-таки, наверное, зависит от партии. Кому-то более удачная партия попадается, более качественная, кому-то менее качественная. В моем случае получилось совсем некачественное, потому что я сейчас уже основываясь на том, что я его постирала, и он совершенно не, при том, что я его постирала, разложила, высушила в разложенном виде, и он совершенно не принял нормальную форму. То есть он вернулся в то состояние, которое я вам показала. Вот так, хочу вам показать, чтобы вы убедились, что я не вру. Это мой кардиган после стирки, девчонки, это вы там рассказывали. Вот. Разница, вот видите, какая была такая и осталась. Ну, в общем, я пришла к выводу, что мне попала ственая пряжа. Катышка вообще мама не горюй. Ну, в общем, стирка не исправила абсолютно ничего, девчонки, вообще. При том, что он сох, мокрый, в разложенном виде, я ему придала форму, вот, и вот он все равно вот такое вот безобразие. Поэтому, мое мнение, мне попалась очень плохая партия этой пряжи, хотя я же говорю на ощупь, она мне очень нравится, да, я люблю этот кардиган. Ну, в моем случае я его все-таки распущу и свяжу я какой-то зимний джемпер, вот, лицевой гладью, ну, возможно, с каким-то узором, но уже ни в коем случае не платочной гладью и не косами. Но, что хочу сказать, открываю новую рубрику, рубрику советы подписчиков. В комментариях самый дельный, самый, на мой взгляд, умный совет дала моя подписчица, вот, сейчас я вот скрин вам вставлю. Вы знаете, у меня даже в голову не пришло такое решение, пока мне человек не подсказал, пока не написали этот комментарий. И действительно, это вот, смотрите, вот уже связан образец. Я вам покажу, как делать укороченные ряды в этом случае, да, но, хотя, в случае, если коса одна большая, если их несколько, то, я не знаю, там надо очень еще подумать. Только в этом случае, девчонки, на данный момент, ну, я думаю, вам и не нужно будет, потому что несколько кос на оплаточной глади, я думаю, никто и не будет пытаться впихнуть. Вот, значит, как я делаю укороченные ряды, вот, именно, допустим, у нас полочка, либо рукав, да, и вот наши перебросы жгута, они у меня с периодичностью в 14 рядов. То есть, в каждом, через 13 рядов я делаю вот этот переброс, в двух из которых я делаю эти незаконченные ряды, то есть, я их распределяю примерно вот здесь вот, и вот здесь вот укороченный ряд, да, то есть, два раза. Вот сейчас у меня связано, раз, два, три, четыре ряда, то есть, два лицевых, и я буду делать укороченный ряд, то есть, из 14, и здесь я посчитала и ряд переброса. Для начала я вяжу укороченный ряд, вот здесь вот, до косы, потом перехожу сюда, и вяжу ряд укороченный после косы. Теперь показываю, как я довязываю платочной гладью, и вот этих вот два цикла, незаконченных, да, нам хватает для того, чтобы сравнять платочную гладь и косу. Вот, я довязала до косы, поворачиваемся, как обычно в укороченных рядах, делаю воздушную петлю, вот она, и вяжу ряд обратно, изнаночный. Но считается это все, как два ряда, просто вот эти вот наши, незаконченные, они, как готовый ряд, не считаются. Так, теперь я вяжу ряд до конца, здесь, где у нас вот эта воздушная вспомогательная петля, мы ее меняем со следующей лицевой местами, она у нас за петлей, и провязываем две вместе, чтобы не нарушалась структура косы, чтобы здесь все у нас было красиво. Видите, здесь их практически не видно, этих петель вспомогательных. Так, сейчас я вяжу до конца ряда. Так, отлично. Теперь в изнаночном ряду, вот вторую половину, здесь нам нужно сделать точно такой же незаконченный ряд, и мы его вяжем до косы, точно так же. Поворачиваемся, делаем воздушную петлю вспомогательную, видите, и вяжем до конца ряда. То же самое, что мы сделали впереди, до косы, тоже мы сделали и здесь, и за косы, сзади косы, то же самое. Теперь вяжем ряд до конца и совмещаем вязание. Вот и все, девчонки, и таких вот циклов, незаконченных рядов, мы делаем между перебросами по два. Если, конечно, у вас коса маленькая, то тогда достаточно один. Вот, смотрите, а вообще свяжите так. Теперь мы перебрасываем, берем петлю косы за вязанием, вот эту воздушную мы оставляем перед вязанием, и провязываем их две вместе изнаночные. Вот и все, девчоночки, вот такое простое решение этой проблемы. И очень эффективное, на мой взгляд, получается ровное, красивое полотно. Спасибо, подписчица. Пишите, я буду, девчонки, снимать, да вы знаете, буду снимать, потому что очень часто пишут такие дельные советы, но я их прочитаю, сердец наставлю, вот, и теряю из виду. Но теперь я решила, что теперь, вот когда у меня будет появляться вот такой вот толковый совет, умный очень, я буду снимать видео по вашим советам, девчонки, потому что они бесценны. Все, а на сегодня все, девчонки, с вами была Вика из Школы Рукоделия, всем пока-пока.